С нами на связи Виктор Верцнер, марьор резерва армии обороны Израиля. Виктор, здравствуйте, рад вам в эфире Freedom. Я тоже рад, здравствуйте. С вашего позволения, я процитирую аналитическую статью на сайте Аль-Джазира. Что там писали о презентации такой. Нынешняя дальность полетов Атаха не превышает расстояние между Тегераном и Тель-Авивом. Но командующий космическими силами КСИР предположил, что в ближайшем будущем элитные силы могут обратиться к гиперзвуковым средствам с дальностью 2000 км. И также добавили это ограничение, которое Иран самостоятельно установил для увеличения дальности своих ракет, чтобы успокоить опасения Запада и Израиля, особенно Европы, в отношении досягаемости своих снарядов. Представление, такая презентация новой ракеты, по вашему мнению, это сдерживание, либо инструменты нападения, либо, возможно, попытка сыграть более весомую роль на рынке вооружения. Ну, это игра мускулами. И, кстати, у меня дежавю. Мы все помним несколько лет назад, как в Кремле показывали подобные мультики. И мы все видели, как над Киевом сбивались кинжалы. Это, по вашему мнению, показатель того, что спустя несколько лет эти же ракеты будут сбиваться над каким-то городом, скажу так? — Смотрите. Мне кажется, что мы видим сейчас такое серьезное сотрудничество в военно-технической сфере между Россией и Ираном. России нужно чем-то платить за то, что она получает от Ирана. И мне кажется, что часть из этой оплаты — это технологии. Буквально пару месяцев назад два неизвестных дрона прилетели на крышу объекта, где собираются как раз эти ракеты. Собираются и разрабатываются в городе Исфахан, в провинции Исфахан в Иранской. Ну, кто-то постучал по крыше этого объекта и сказал, «Ребята, мы знаем, что вы тут, и мы знаем, что вы тут делаете». Кто это был? Для меня это большая загадка. — Ну, также хочу вот сакцентировать все-таки на этом внимание. Ну, не является ли, возможно, это опять-таки попыткой, кроме игры «Мускала», естественно, попытки сыграть более весомую роль на рынке вооружения? Ведь такую ракету довольно выгодно можно перепродать другим похожим режимам. Другие страны таким образом увеличивая уровень своего влияния и в регионе, возможно, в других государствах. Ну и хорошо заработать. — Можно было, наверное, это сделать буквально пару месяцев назад, до того, как кинжалы были сбиты над Киевом. Теперь, учитывая то, что, скорее всего, это та же технология, будет это сделать сложнее. Рынок вооружений и вообще стран, которые покупают иранское оружие, несмотря на санкции, он не такой большой. Есть, конечно, страны, которым Иран может продавать оружие, которые не соблюдают эти самые санкции, в том числе и Россия, и другие страны. Но мне кажется, что они захотят увидеть эту ракету в действии, посмотреть, действительно ли ТТХ этой ракеты соответствует действительности. И только после этого речь может идти о продаже. В любом случае, это не будет в ближайшие годы. Иран будет стараться произвести как можно больше таких ракет и поставить на свое вооружение. Как раз, Виктор, в контексте ТТХ, тактико-технических характеристик, напомню нашим зрителям, что заявленная дальность полета – это 1400 километров. Максимальная скорость будет достигать 15 махов. Это больше 18 тысяч километров в час. А не занижаются ли Тегераном специально технические характеристики, которые были официально представлены? Ну, на самом деле, никто не знает. Нет. Действительно, никто не знает, кроме, наверное, определенных служб, в том числе и израильских, которые довольно хорошо осведомлены о том, что происходит в Иране, я думаю, лучше всех в мире. Ну, по понятным причинам, потому что это зона интереса. Занижается ли? Ну, смотрите, насчет дальности полета, как правило, в баллистических ракетах это решается весом боеголовки. То есть уменьшается вес боеголовки, добавляется больше топлива, ракета может лететь дальше. Дальность полета здесь, ну, ровно столько, сколько нужно, чтобы долететь с территории Ирана на Толяриев. Поэтому понятно, против кого это направлено. Наш министр обороны на днях буквально вчера сделал заявление, что адресовано как раз иранскому руководству. Поэтому не мучайте себя иллюзиями, на каждую вашу разработку у нас есть разработка лучшая. И это тоже важно. Мы чуть позже скажем, о чем может ответить Израиль. Но также я вернусь к контексту оперативной готовности непосредственно самой баллистической ракеты. Проводились, по-моему, немного испытаний. И то количество испытаний, которые проводили, их было попросту, наверное, недостаточно. Готов ли в целом Иран тогда в ближайшей краткосрочной, среднесрочной перспективе к использованию такого вооружения? Опять же, это неизвестно. Этой информации нет в открытом доступе. Но что мы можем понять из предыдущих заявлений Ирана? Иран, как правило, бежит впереди паровоза и объявляет о каких-то там сумасшедших успехах. В том числе мы видели истребитель пятого поколения и многие другие вещи, о которых Иран заявлял, которые, мягко говоря, еще не доработаны. Но, однако, не стоит недооценивать Иран. Там довольно серьезная военная промышленность, которая адаптировалась к санкции. У них серьезно развита вот этот самый реверс инжиниринг, когда они получают теми или иными способами определенной технологии. И эти технологии воспроизводят у себя довольно успешно. В целом, какие системы сейчас могли бы защитить Израиль? Вот вы сказали о новых разработках, которые будут ответами на фатах. Это уже имеющийся железный купол. Это, возможно, Патриот, которые прекрасно себя проявили после обстрела вышеупомянутых вами ракет. Это и Кинжалы, и Искандеры со стороны российско-оккупационных войск по Киеву. Возможно, это ТХАТ. Да, это система, которая основное предназначение этих комплексов, один из самых современнейших комплексов системы ПВО. Это перехват широкого класса баллистических ракет системой Hit-to-Kill, если мне память не изменяет. Вот такие системы могут ли быть ответом, опять-таки, смотря на неизвестные, слишком много этих неизвестных в контексте нового вооружения Ирана? Я не думаю, что там есть неизвестные для определенных служб в нашей стране. Я думаю, там все довольно известно. И, ну, как факт, вот эти вот два беспилотника, которые постучали по крыше именно того места, где собирает и разрабатывает эти ракеты. Еще до того, как что-либо о них было известно. Насчет какие системы. Система Патриот, да, есть на вооружении армии обороны Израиля, но она не является частью противоракетного щита. Ее используют именно как систему ПВО, то есть против самолетов, не ПРО. Система ПРО Израиля состоит на сегодняшний день из четырех уровней. Верхний уровень это ЭРУ-3 или ХЭЦ-3, которая должна сбивать вражеские баллистические ракеты на орбите. Уровень пониже в верхних слоях атмосферы. Работает ЭРУ-2 или ХЭЦ-2. То есть в случае, если баллистическая ракета прошла этот щит ЭРУ-3, она попадает под удар ЭРУ-2. Если же и там она прошла, то в средних слоях атмосферы ее должен сбить Проща Давида. Тоже довольно новая разработка, которая состоит на вооружении армии обороны Израиля. Если же она прошла и этот уровень, то тогда включается уже железный купол, который сбивает ее в нижних слоях атмосферы. Все это работает в одной единой системе, абсолютно скоординированно и, можно сказать, полуавтоматически. Кроме этого, если речь идет о крылатых ракетах, тут еще истребительная авиация, конечно, вмешивается. В этом году должен поступить еще один пятый уровень противоракетной обороны. Это железный луч. Железный луч – это лазерная система, которая успешно прошла все испытания и должна поступить на вооружение в этом году. Ее преимущество – это скорость, конечно, действия и дешевизна. То есть, если, например, ракеты ЭРУ стоят миллионы долларов, ракета железного купола, ракета-перехватчик «Тамир» стоит сегодня 50-60 тысяч долларов, то выстрел вот этого железного луча стоит всего полтора доллара. Добавлю также, что выступая во время презентации Фаттаха, президент Ирана Ибрагим Раиси, он, наверное, пытался заверить, скорее всего, больших соседей в намерениях Тегерана. Говорил он, что, цитирую, «ракета знаменует собой точку устойчивого мира и безопасности для региона». Ну, я так добавлю, напомню нашим зрителям, что в целом иранское влияние на регионы, оно обусловлено, к примеру, поддержке Хизбаллы и в ракетном плане, к примеру, помощи режиму Башара Асада. Как подобное, с одной стороны, заявление и заверение в безопасности региона, по вашему мнению, как соизмеряется оно с новой ракетой и помощью Хизбалле, и помощью Башару Асаду? Не попытка ли это, наверное, расшатать регион? Смотрите, Иран же известен своей, известен как оплот мира и безопасности в регионе и во всем мире. Именно поэтому против него уже 40 лет санкций применены. То, что вы указали, то, о чем вы сообщили, конечно, это все правда, но к этому я бы добавил, например, поддержку прямого хусиитов в войне против Саудовской Аравии, прямые атаки, да, нефтехранилища и нефтедобывающий производство Саудовской Аравии, захват иностранных кораблей в Персидском заливе и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, атаки против израильских посольств, например, Бонес-Айресе в 90-х годах, вооружение исламского джихада в секторе газа. Ну, тут можно рассказывать от сегодня и где-то остановиться через год. Поэтому, ну да, то, что для одних это мир и безопасность, для других это война. Добавлю, что в ответ на испытания ракеты Ираном США наложили санкции на 7 физических и 6 юридических лиц в Иране, Китае и Гонконге. Как сообщает «Голос Америки», они снабжают и Геран технологиями и запчастями, которые тут используются в ракетостроении. Ну и также добавлю, что Иран сотрудничает с Россией, чтобы получать взамен, в том числе, высокотехнологическое вооружение. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любые попытки получить от Кремля ядерное оружие будут жестко пресечены Вашингтоном. Для этого, по словам Блинкена, будут применены любые доступные методы. Короткая цитата, и после вернемся. Иран экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности, путем предоставления российской армии дронов, которые та использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение. Иран не может получить и не получит ядерного оружия. Если же Иран отвергает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Энтони Блинкен, государственный секретарь США. Ну, тут главное, наверное, насколько действенными могут быть новые санкции. Ведь, как вы справедливо заметили, 40 лет санкционного давления на государство по итогу дают производство Иранам новых гиперзвуковых ракет. Насколько они, в принципе, могут влиять на производство, наверное, большой вопрос. Ну, я не верю в эти санкции. Конечно, они затрудняют производство, затрудняют получение определенных технологий. Но это такой друшлаг, через который все-таки технологии эти просачиваются и попадают в иранские руки. Поэтому на санкции я бы больших надежд не возлагал. Насчет ядерного оружия мне не кажется, что Россия вот так прям возьмет и передаст Ирану ядерное оружие. Единственное, что и в чем Россия может помочь Ирану. Иран на сегодняшний день по всем международным меркам является предъядерным государством. И, в принципе, в случае принятия Тегерана такого решения, в течение нескольких недель у них будет достаточное количество обогащенного урана до 92% для создания нескольких ядерных зарядов. Но от количества этого урана до создания самих зарядов пройдет еще определенное время. Еще одна технология, которой у Ирана пока нет, это как взять этот самый заряд, после того, как они его уже собрали и создали, и установить его в боеголовку той же самой ракеты. И вот опасение как раз, в том числе Израиля, это то, что Россия передаст или поможет Ирану разработать такую технологию. Ну, если Иран будет и дальше так быстро идти к ядерному оружию, не знаю, мешается ли США, но Израиль мешается однозначно. Это действительно красная линия. Роль глобального полицейского, в принципе, она, наверное, подталкивает США, как вы сказали, к постукиванию по крышам. Наверное, так можно сказать. И если санкции не являются действенными, то, возможно, любые реакции, о которых, как я понимаю, уже говорят, они уже обсудили в Вашингтоне, ну, они предполагаются в дальнейшем в отношении Тегерана. Не так ли? Да, США в любом случае, да, не только США, все, естественно, предпочитают дипломатические варианты. И нам здесь понятно, что вот такая вот война, она будет очень серьезным испытанием для всего региона и для нашей страны в том числе. То есть у Ирана есть тысячи ракет, которые могут долететь до нашей страны. У Хизбаллы есть около ста тысяч ракет, которыми она нам угрожает. То есть это будет серьезная ситуация, в которой мы окажемся. Однако в любом случае эта ситуация будет лучше, чем ситуация, когда Иран получит в свои руки ядерное оружие. То есть сценарий Северной Кореи в Иране, не знаю, как США. Опять же, это зависит очень сильно от того, кто будет президентом. Но Израиль этого точно себе позволить не может. Сейчас в Израиле проходят большие военные учения с присутствием США в том числе. Есть кооперация, кстати, между Израилем и США. В этом плане есть совместные планы, есть планы без США. В любом случае планы воздушной обороны Израиля как государства включают в себя США. И проводятся такие учения каждый год или каждые два года в Израиле тоже. Поэтому тут рассматриваются любые варианты и риторика политического и военно-политического руководства страны в последнее время становится все жестче и жестче в этом плане. Так, исключительно наблюдение, знаете, в конце, Виктор, что пока в Купертино, в Калифорнии, представляли новую систему AR от Apple, большая презентация была двухчасовая, где-то в Дикей Ране представляли новое вооружение для убийства людей. Вот так вот работает сейчас весь мир. Пока где-то идут вперед в ногу с технологиями, где-то совершают, пытаются, наверное, совершить, либо придумывают оружие для совершения актов геноцида разных народов. Спасибо вам огромное, Виктор, рады вам всегда в эфире Фридом. Я напомню, что Виктор Верцинер был с вами на связи, майор резерва армии обороны Израиля.